Всем привет, мои дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на нашем с вами канале. Гениально, все очень просто. Я сегодня решил поговорить на тему, что такое человек. Человек — это флешка с набором информации за всю жизнь. Его опыты, его испытания. Как такого человека не существует. И то, что вы меня видите в данный момент, это тоже в записи. В реальности я сейчас, когда вы меня видите, я нахожусь уже не в этом месте. Также теряется прошлое, настоящее и будущее. Человек — это голограмма. Это информация на один день, 24 часа, не больше. Если многие люди думают, что они живут много лет, в большей степени это так, но и также это не так. Вы являетесь голограммой, которая уже воплотилась в этой реальности. Человек в теле непостоянен. В его тело могут приходить другие энергии, другие дополняющие этот аватар субстанции. Я называю это индигоэнергиями, я называю это помощниками, я называю как ангелами многие называют, но они вселяются в вас. И даже тот человек, который был два дня назад, он сегодня уже не такой, он другой. Человек очень изменчив. Он меняется каждый день. Это наподобие, знаете, человек, когда использует компьютер, и его друзья знают пароль от этого компьютера, да? Человек, работая с ним день, и он говорит другу, можешь попользоваться этим компьютером завтра, в этой информации, без проблем. Этот человек встает, уходит, в компьютере вся информация содержится. Этому человеку не надо набирать полностью все программы, загружать опыт. Все уже есть в компьютере готовое. Уже информация созревшая, уже как человек созревший, знаете, вот так и компьютер, полный информации, этот человек, который сел другой, друг его, он начинает печатать на этом компьютере. Соответственно, он уже начинает управлять реальностью с его точки зрения. Так бывают подселенцы, низкочастотных и высокочастотных в наших делах. И помним, мы компьютеры. Мы уже созревшие, вот я компьютер, да? Я сегодня лягу спать, в этом компьютере может пробудиться другая душа. Совсем другая. Тело будет, вся информация будет, какие друзья у меня, кто был. Но здесь может пробудиться совсем другая душа. За компьютер может сесть совсем другой человек. Ну, мы берем примеры человека, потому что это наилучший способ попытаться донести вам информацию, которую я осознаю. И когда садится друг, будто другая энергия, она начинает управлять программой так, как она видит этот мир, пространство, в какой программе он работает. Его пальцы управляют, соответственно, эти энергии управляют этим телом. Если вы настраиваетесь на высокие частоты, к вам приходят в этот аватар, как, знаете, вот сядут три человека, и уже три человека могут управлять компьютером, одни. Вот три клавиши и три компьютера человека сидят, клацают, и управляют одним моментом. И они могут подсказывать. Вот так они могут управлять нами, аватарами. Мы есть компьютер, мы есть флешка. У нас информация закачана только на одну жизнь. За одну жизнь. Да, есть, могут у людей быть воспоминания с прошлой жизнью, но это не имеет значения, потому что игра имеет только один аватар. Когда будет другой аватар, другое тело, уже все то, что было, будет неважно, потому что будут другие геймеры играть, другая игра будет, другой опыт будет. Да, у геймеров будет уже опыта больше, но игра будет совсем другая. Вернемся к тому, что мы флешки. Все люди это флешки, набор информации. Флешка может меняться от зависимости тех поступков, как вы поступаете в жизни. В вашу жизнь могут приходить и низкочастотные, и высокочастотные энергии. Я предпочитаю высокочастотные. Низкочастотных я купался, я уже рассказывал. Это не очень интересно. И вы должны осознать, что наш компьютер всего лишь на 24 часа, не больше. 24 часа. Когда вы заснете в вашем компьютере, завтра может начать играть уже другая энергия. Вы будете думать, что да, это вот, например, возьму себя Миша. Я Миша, я вот стою, я делаю, я все помню, я все знаю. Но компьютер так же самый, поверьте. Вот когда вы возьмете другой компьютер, вы сядете, все программы останутся те, которые пользовался человек до вас. Они не исчезают. Вы знаете пароль, вы вошли пароль в компьютер, все, и вы начинаете, монтируете видео, работаете с программами, отсылаете письма. Вы можете делать все, что хотите. И так происходит иногда с людьми, когда входят другие энергии, они пишут письма вот по пьянке, могут такое написать. С утра просто пароль говорит, это не я писал, я не знаю, что. Я вам объясняю. Это очень просто. В этого человека входят низкочастотные энергии. Он освобождает свое тело для другого, низкочастотных вибраций, говорит, бери, пользуйся моим телом, как хочешь. А те рады стараться. Но это все происходит в вашем организме, в вашей душе, в вашем понимании, в вашем сознании. Такого нет, что там черты приходят. Эти все низкочастотные, они в вас же содержатся, эти энергии. Ад и рай – все у вас. Только зависит от того, какой вы кучер. Как вы можете управлять своим сознанием. Ад и рай – в вас находятся. В ваших душах. И от вас только зависит, какой вы фильм выбираете смотреть в течение дня. Все зависит от вас. Люди, большинство, не хотят за это брать ответственность. Они хотят переложить это на других людей. Тот виноват, третий, четвертый, муж, жена, брат, сват и так далее. Но всему идет причинно-следственная связь. Если вы отмотаете пленку назад, вы поймете, что есть причинно-следственная связь. Как вы подумали 15 лет назад, как вы сделали тот поступок, как вы думали о другом, о том, вы корыстны были или вы от любви шли. Это все причинно-следственные связи. Когда человек это осознал, он это понимает, принимает, и он начинает в этом жить. Низкие частоты. Возвращаемся. Хакер сидит, да, за компьютером. Вы выпили алкоголь. Все, низкие частоты ваши включаются. И вы начинаете такой бесогон писать там в интернете. И это все проходило себе. Это в каждом есть. Я уверен. На 100%. В каждом. Да, вы можете там усмирить себя, но в другом не можете. Только когда вы созреваете как осознанная личность, почти как человек. который это осознает, он понимает, что он может делать свой мир лично, независимый ни от кого. Остальные люди это только дополнение к вашему миру. И причем это не как ты их используешь, это как благие ангелы. Цветы приходят в вашу жизнь. Ну приятно же цветами быть. Люди какие прекрасные вокруг. Если это видеть. Не осуждать их. И вот он начинает печатать разные словечки неплохие или хорошие. Это низкие частоты. Этот отошел, сел за компьютер, другой печатает. Это все происходит в вашем сознании. Вы должны учиться это понимать. Я, кстати, к этой теме вернусь еще позже. На то, что компьютер, хакер и ваше сознание. Я вас люблю, обнимаю. До новых встреч. Всем привет. Ура! 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 Ура!